Как оказалось, причиной появления сотрудников полиции в Краснокамском реабилитационном центре «Дельфин» стало уголовное дело, возбужденное в отношении некоего гражданина Рубцова. По данным главного управления МВД по Пермскому краю, этого человека подозревают, далее цитата, «в хищении нефтепродуктов у своих деловых партнеров». А побудили его к этому сотрудники центра «Дельфин». Якобы здесь его насильно удерживали и вымогали деньги. Он сообщил, что хищение нефтепродуктов совершил под физическим и психическим принуждением, так как в январе 2012 года его насильно привезли в реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков «Дельфин», расположенный в городе Краснокамске, где поместили в закрытую комнату и удерживали в течение недели. С его слов, когда он находился в указанном центре, его неоднократно избивали, в результате чего он был вынужден согласиться на совершение хищения нефтепродуктов у деловых партнеров. Кроме того, гражданин Рубцов написал долговые расписки на общую сумму около 40 миллионов рублей. Один из руководителей фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин заявляет, Рубцов действительно в конце января поступал в «Дельфин». Его привез отец с просьбой вывести сына из длительного запоя. Просто в Новый год разогнался, пил, не смог остановиться и его привезли в центр. Он пробыл ровно четыре дня. Через четыре дня его отец забрал, всех поблагодарил. Все, казалось бы, нормально. Где уж этот Рубцов Максим успел наделать этих долгов, это нас вообще не касается. Никто об этом не знает. Стрельбу открыл один из сотрудников ОМОНа при входе на территорию центра. Вот эти неадекватные действия сотрудников полиции, сотрудников ОМОНа, они вообще настораживают. Это что, сейчас можно просто вот так вот перевалиться через забор и начать стрельбу? Это частная территория. Я вот хочу ОМОНовца этого спросить. Давайте я к вам через забор перелезу, начну палить во все стороны. Вам это понравится? Я думаю, что не очень. Между тем, по информации главного управления МВД по Пермскому краю, сотрудник ОМОНа выстрелил в воздух для того, чтобы отогнать от ворот местную собаку. Собака бегала по огороженной территории и не давала войти в помещение. В связи с этим один из сотрудников был вынужден произвести три выстрела в воздух холостыми патронами. В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка. Антон Шибанов, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.